Добрый день. Чому народ мая значение у Армении? Тимакчимы у Беларуси протесты, як у Иривани. Чому Лукашенко заявил, что конституционных референдумов не будет? Это мы обмерковываем в празе, заглядальница армянской службы Радио Свобода Хигине Бунатьян Юрым Дрыкахрустом и на видеосувязи с Менску, а глядальник Свободы Владимир Глот. Так само в сегодняшней программе. Голос народу. Тиможа у Беларуси изменится улада таким самым чином, як у Армении на этом тыдне. А пытание у Менску. Просто еще недовольны, может быть. То есть пока еще могут терпеть, поэтому как бы и не будут. Библиотека Свободы. Книга Ивонки Сурвилы «Дарога». А гэта и здесь девчинка спад столбцов. И дорога я веде по Спариж, Копенгаген, Мадрид, Атаву только в адыннакерунку. У Беларуси. Консолидованные неверагодно масовые, при гэтым мирные протесты у Армении перемогли. Серж Сарксян, абраный на минулым тыдні премьер-міністрам, падав у адставку. Вось як гэта выглядала. Библиотека Свободы. Библиотека Свободы. Редактор субтитров А.Семкин Корреспондент А.Семкин Корреспондент А.Семкин Корреспондент А.Семкин отдать в уголе Армении, в такой ситуации? Поскольку после своей отставки сэр Сарксиан не общался с журналистами, не давал пресс-конференции, точно сказать и точно ответить на этот вопрос трудно. Однако в своем последнем заявлении об уходе он упомянул, что есть несколько путей выхода из этой ситуации, но это не его пути, намекая на то, что он мог бы дать такой приказ, но не захотел кровополить. В истории Армении уже была такая печальная, трагическая страница лет 10 назад, когда тот самый сэр Сарксиан пришел к власти, после президентских выборов, во время протестных акций в центре Еревана погибло 10 человек. И до сих пор никто за это не ответил, и до сих пор не умолкает вопрос, кто тогда дал приказ, потому что тогда был двоевластий в своем роде, потому что действующий президент еще не ушел, Роберт Кочарян, а новоизбранный сэр Сарксиан еще не пришел. А тут он был единоличным лидером со всеми полномочиями, и если бы он дал такой приказ, он бы вошел в историю Армении, как человек, который дважды открыл огонь в свой народ, чтобы придержаться у власти. Но с другой стороны, надо учесть, что решение об уходе тоже принималось не так уж легко. По крайней мере, день за этого, когда он практически провалил переговоры с лидером оппозителен Николой Пашиньяновым, он довольно-таки самоуверенно заявлял, что партия, которая набрала всего лишь 7%, не может диктовать условия, не может говорить от имени народа, и что он не пойдет ни на какие уступки. Через день, в день его отставки, его однопартийцы собирали подписи, чтобы созвать в неочередное заседание парламента и лишить Николу Пашиньянову депутатской непрекосновенности. То есть, события развивались в совсем другом направлении. И за буквально несколько часов он кардинально изменил свою позицию и заявил, что Николу Пашиньянову был прав, он не прав, он должен уйти. Что именно повлияло на него, опять-таки трудно сказать, но был факт, что количество людей на улице было быть претендентным, их становилось все больше и больше. Было ясно, что система власти, пирамида власти тоже была не единой, по крайней мере за год до этого велась теневая борьба между премьер-министром Кареном Карапетианом и президентом Сержем Саркисианом, кто же в конце концов станет главой правительства. Серж Саркисиан тогда победил, и кажется, что в последнюю минуту, когда ему нужна была помощь, Карен Карапетиан в принципе со своими влиятельными друзьями, олигархами, живущими в России, не поддержали его. Кроме внутренней поддержки, у него не было и внешне, потому что Евросоюз, Соединенные Штаты Америки, которые являются крупными донорами Армении, в протяжении всех этих протестных дней заявляли, что правительство должно уважать право людей на мирные протесты, освободить задержанных, и даже союзный, стратегический союзник Армении, Россия тоже не поддержала Сержа Саркисиана. Давайте мы про реакцию России, и вот до этой темы вернемся еще крыху позднее. Я зараз хотела звернуться у Менск, господару Владимир, но в 2010 году мы зараз будем, конечно, поравновать Армению и Беларусь. Александр Лукашенко хвалился тем, что милиция и спецназ разогнали площу у Менску за семь с половой хвилинов. Вот, чому у Ириване было инакше? То справа у площади, справа у милиции, у полиции, у лидеры, у народе? Я, калеслуху нашу армянскую коллегу, зарабил для себе таких вот шесть, знайшов адрозненев ситуации у Беларуси и Армении. Ну, по-перше, Лукашенко завжды казал, что он будет триматься за владу. На самом початку карьеры он казал про тое, что будет отстреливаться до опошняга патрона. Позднее он казал, что подчас размовы с Путиным была такая ситуация, и он сказал российскому президенту, может доведеться нам стать спиной до спины и отстреливаться. То бог для Лукашенко червоной межи у Стралянина нема. И он просто ее не бачит. Гэта перша. Другое – массовость протестов. Конечно, у Менску в 2010 году была площадь, было шмат людей, а ле тое, что было у Ириване, гэта перешае, значна перешае ситуацию у Беларуси. А калі уличыця еще и колькасть насельництва у Армении, якое значна меньшое, чем у нас у Беларуси, тут перешэння просто шмат. И вось у гэта ситуации я разумею психологию силовиков. Яны живые люди, яны это все бачать. У их семьи неведомо, чым скончаться, с кого будуць пытаць. Третье адрознення. У Армении был лидар, адзин лидар, так? И он шоу, усе ведали, кто гэта таки. У нас отрымалося в 10-м годзе 89 лидаров. Усіх их перехапілі, пасаділі, пабілі, лидары не було. Четвертае. Вось таке ураження, гэта маё асабіста, але я думаю, што я не помыляюся. У Армении значна менш милиція, чем у Беларусі. І ма быць значна менш у селяких силовых спецструктур, які працюють на президента країны. Пятое, што б я сказав. Як би не казали, але у Армении у парламенті була опозиція. Яна могла звертацца, яна могла доводзіць своє думкі, сваё баченні ситуацію. У Беларусі, ну, умовно кажучи, два депутата, які не з уладай, гэта мала. І ма быць самая пошня, што ўсё ж беларускі народ, як мене падаєцца, більш пам'ярковны, чым армянскі. І ў мене ёсь лумачэння гэтаму. Ёсь Нагорны Карабах, і гэты Нагорны Карабах, адбівая вельні сітуацію, накладая сітуацію ў Карабасі на ўсю Армінію, і там людзі більш такі аб'яднанна і більш рашучыя. Дзяко, господар, Владимир Юра Хігіны ўже пачыла казаць пра російську рэакцію? Вось якой была рэакція Расея і російських СМІ? Ці такая самая, як на украінскую рэвалюцію годнасті? Ну, калі коратка, не, калі больш падрабязна, яна была цікавая. Вось ў саюзной країні адбываліся сурьозныя падзеї, масавыя падзеї, а російська етэлі бачыні на працягу 10 дзён їх асветляла як некія забурэнні ў Буркіна Фасо. Фактычна і в федеральніх каналах гэтага не было. Так, дзейці на маргінэзі, сёй той там піскнуў аналітэк, што мавля, вот, каляровыя рэвалюція, там, супраць Расеї, але в мейнстримі не было. А цікава, як толькі рэвалюція ўласна адбылась, а сэшоў Сархсян, в очы адкрыліся, але каментары сталі абсолютно не такі, як на конту краіны. А што такоўе здарылась? Ну і нормально, ну і, так сказаць, народ сказаў сваё слово. Як вот этот суд подлумачыць, на мой погляд, што не варта перабольшваць російськую, крымлёвскую, докладній, не любоў да резких змена ўлады, да рэвалюція. Яны в основном не любят, калі адбываецца замах на російські інтерэсы. В Армініі замаха на російські інтерэсы, ну, прынамсі зараз, прынамсі з пункту леджыня Расеи, Масквы, этага не адбылося. А што тычыцца рэвалюція? Ну, слухайте, в 2010-м годі ў Кирхізі была рэвалюція, што російські так сильно пераймаліся на конту этого? Абсолютно не пераймаліся. В Егіпці была рэвалюція ў 13-м годі, причым чистый военный переворот. Прас пару месяців Путін абдымаўся зэтым фельдмаршалам сісі, так сказаць. Так што казаць, што Путін, это такі Александр Перші з яго свершэнным союзом, што он патрымлівы всіх монархів супрозь, всіх рэвалюцій? Ні. І тому тое, што в Арміні вельми спакойно, спочатку просто мовчали, так сказаць. Мовчі за умного сойдеш, как говорят. А калі рэвалюція адбылась, а што страшного? Нас, в принципі, і ты задовольняюць, і ты задовольняюць. Так што в дадзіна випадку, як бы, геопалітика была більш моцной, чым вот этот страх ой, там ладу зрынаюць. І паслухайм, што гаваріць людзі. Ці може у Беларусі змяніцца улада такім самым чынам, як у Арміній на гэтым тыдні? Такое пытання задалі наші корреспондэнты. Я сподзеюся, што такой варянт махчымы, але мне здаецца, што гэтай гісторані про Александра Лукашэнка. На мой погляд, він павел бы сібя па іншаму, і, ну, ўжив бы сілу. Калі ўжжываюць сілы, то іншых варянтів нема. Грамадства саступае сіле. Я думаю, што не. Тому што Беларусі, яны, в принципі, не готовы выстівось так і отстоять за свою незалежність, за свабоду. Тому што Беларусі ўже привыклі жыть, як яны живуть. Іх задовольняєт ўю зрою, які я не маюць. І такий переворот, думаю, што гэта немахчыма. Не ведаю. Мючись отбыться нікі цуд. Бояться, я так скажу. Ну, таким изменениям. А бояться менавитозмену? Ти бояться того, що буде применена фізична сила? Ну, да, фізична сила. Ну, тому що митинги же проходять, тому я їх розгоняю. І всіх... Скоріше все бояться, що всіх посадять, як... Виділ коментарий, що всіх ще із під'їздів, коли будуть виходити, вже заберуть. Я думаю, що нет, невозможно. Ну, хто це і скептически як-то звучить, але якщо ми спиталися як-то не мирно це, що-то поменять, і нічого не дало, нікаких результатів, я думаю, що просто стояние, ми точно нічого не доб'ємся. Люди вже или потеряли надежду, или настільки запугані, що якщо собереться, то це буде дуже маленький процент, которого буде совершенно недостаточно. Ну, я считаю, що честного речі нет, тому що народ у нас доволен інертний, і власть, якби, тож не особо стремиться що-то менять. Просто ще недостаточно недоволен, може бути. То есть, пока ще можуть терпеть, поэтому, якби, і не будуть. Ну, ось, невідних остановочих отказів. Сподар, Владимир Коротко, на колькі прадказальні гэты откази для вас були? А для мене абсолютно прадказальні, бо, знову ж, що люди говорять? Перша, вони говорять про тое, що люди більш-менш задоволені своїм життям, нема підставу выступать. Другое, що все напалохані, а там вельми добре сказав хтось, що не поспеєш з під'їздів вийзти, а тябі вже раз і схопіць. І вось третій чыннік, які не сказали людзі, гэта вельми моцний виплыв ідеологічне. Гэта сродки масової інформації, гэта тое, што глядяць звичайні люди. Гэта кнопки беларускіх каналов. А там кожный дзень одно і тое ж. Йось одна выспачка такая тихая во усім свете, свет бурліць, а вось выспачка гэта Беларусь. І гэта спакой, і гэта парадок треба берахчы. Вот і все. Дякую великі, спадар Владимир. Юры, вы усім не даўна паравналі рейтингі свабоды Арменії, Беларусі і Україны. Які асновны вынік? Бо вельми важна паравнаць ў мовы Украинах, калі мы гаворым. Віддэці, калі казаць коротка, я паглядзеў гэта рейтинг свабоды Друку, репартеры без межаў, экономічны свабоды, Wall Street Journal, гэта рейтинг свабоды на Google Freedom House, вынік адзін і той ж. Арменія з вот трох краін самая дэмократычная, самая свабодная. То есть в Арменії больш, умовно, свабоды слова, чэм ў Беларусі, ну гэта не дзівна. Але більш, чэм постреволюційны ў Украине. Більш экономічны свабоды, чэм і там, і там. Більш свабоды, як такой, палітычны свабоды. Эта не значыць, што это райзямны. Але, вот, калі паравноваць, то більш. Іншая справа, што эта справа суб'єктывная. Армянам, як би, не аргумент, што мужики, так у вас, вот, більш свабода, чэм в Беларусі. Да мы в Армініі живем, мы паравновываем со своим, я не веду, ідеалом, мы паравновываем з Америкой, паравновываем, там, я не веду, с Грузією, сусідній. А той, што в Беларусі нема свабоды, ну так нам это не аргумент. Вот. Але ситуація вот такая. В этом сенсі, на мой погляд, казаць, што в Армініі зрынули, там, какого-то крывавава, жахлівава дыктатора, ну, я думаю, Хігіна, вы са мной погадзіціся, што это не так, але суб'єктывна, да, вот, скинулі камінь, які суб'єктывна перешкаджау развіцю грамадства. Ну, вось, глядзіці, што, ну, фактична, некалькі гадоў рыхтавалася ракіровка, як калісті ў Расія, калі Путін з президента став прэм'єр-міністром, потім знову вернуўся президентская крэсла. Ну, выглядала, што ёсь прага улады у Сарксяна, так, выглядала, але, вот, ён здаўся, фактична, ну, вот, здаўся мірна. Чаму? Йому ж фактична, ну, нічого не падгражала. Ніхто ні міністерства, там, не штурмаваў, ні ягоную резидэнцію, там, ні браліў аблогу. Вот, чаму гэта адбылось? Куды ягонная прага да улады поделось. Почему он сдался, наверное, он сам напишет когда-нибудь в своих мемуарах, но было ясно одно. Ситуация на улицах Еревана была беспрецедентна. После независимости впервые сотни тысяч людей вышли на улицы не потому, чтобы они были против или за какого-то кандидата, а потому, что они не хотели, чтобы страна катилась в сторону диктатуры. Это было молодое поколение, как они сам себя называли независимое поколение независимой Армении, которая выросла в более или менее демократических условиях и не представляла свое будущее в авторитарной стране, где правитель может поменять законы под себя и остаться у власти сколько захочет. С другой стороны, нужно учесть, что технологии, которые применял Никол Пашинян, тоже были беспрецедентными. То есть до этого у оппозиции были митинги, были шествия, максимум там пикеты круглосуточные. На СЕРОС речь шла о гражданской неповыновении, о безостановочных акциях. Сотням молодых людей удавалось за несколько минут парализировать центр города. Полиция освобождала одну улицу, они заблокировали другую. Полиция задержала одну, грубо, тут же появилась другая. Это организовано, не стихийно. Это стихийно. Людям, кажется, в один момент просто они это сделали кайфом. Они победили в себе страх и поняли, что они могут чего-то добиться. И когда они поняли, их уже невозможно было остановить. Владимир, давайте проанализуем, какая была реакция Александра Лукашенко на падею Армении, бо цихот Сарксяна отбылся литерально на передадне его послание народу и национальному сходу. Ти быстрее у Лукашенко армянских бунтовщиков, ну, традиционно, он суприт народных революций, он даёт притулок у сякачам президентам, яких скинули у вынику народных протестов. Какая была реакция? Про что говорил Лукашенко про Армению? Усе звернули увагу, что были две головные темы у послания. Это падея в Армении и конституционный референдум. Так, вось вельми много говорил Лукашенко и кто виноват про падею в Армении и про позицию особенных краин, до речи не называющие краины, чему я скажу крышку долей, але головное про что говорил Лукашенко, что вот он сумленный, а керавники Армении не сумленные. У чем же разница? Сумленность Лукашенко в том, что в Беларуси было обмежевание президентских терминов. Два термина и не более. В 2004 году проводился референдум и это обмежевание обменили. Вот Лукашенко весь час опирал на тое, что он не заигрывал с народом и он сумленно сказал и это зарабил. Хотя когда взвертаться до судности пытания, то как оно формулировалось на референдуме 2064 года. Это позволяет вы первому президенту Беларуси удельничать в выборах президента. Там было так не все щиро, несумленно. Там не было прописано. Это просто взрывается обмежевание и президент будет обмираться без конца. А далее парав новую ситуацию Лукашенко с Арменией. И он сказал, ну вас бачите, они так сумленно не зарабили. Они меняли то парламентскую республику президентскую, то президентскую парламентскую и так далее. И вось гэта головная и другое про что казал Лукашенко гэта тое, что некоторые краины поводили себе незусим правильно и незусим сумленно за Арменией. Ну яки гэта краины не называл, але як только он сказал, что подвысили кошты на газ для Арменией и гэтым выкликали складанность ситуации в Арменией, ну стало разумело, кто дает Арменией газ и кто подвышая. И як завжды Лукашенко про себе никогда не забывая прогучала быцем про Армению, але было разумело, что гэта и попереджение Путину. Владимир Владимирович, а ты ж не подвышай цены для Беларуси. Бо будзе тое самое, что в Армении. Як будзе ставиться далей Беларусь до падея в Армении, мне верь не цикава. Ну по перше Лукашенко не упустил макшымысті, потелефановал, паразмовлял с президентом Армении и выступил у ролі миротворца. Гэта ўжо любимая гоная роля. Ну из опошня поведамлення учора Лукашенко заявил, што група беларуских журналістов пасле размовы с президентом Армении палятіць в Армению і будзе аб'єктывна осветляць там сатуацію. Вот будзем глядзець, што будзе паказуваць беларускай талебачыння заразумела, што журналісты піратым, як туды палятіли, отрымалі пэвны инструкція. Праз іх репартажа мы і пабачым саправдны аставлення керавніка Беларусі до падзея в Армении. Я б заклікала глядачоу Белсату все ж пайсті на сайт Свободы, дзе вы самую свежую інформацію с самаха центру Яривану отрымаєте коментары всіх бакову з гэтых падзея. Гэта будзе більш ініктывна і більш пэратывна, напэвны, што репартаж беларускай талебачыння. Одним з самых яскравых моменту армянской революції были перамовы поміж тадыящи премьером Сержам Сарксіанам і лідерам протесту Ніколам Пашиньянам. Гэтая гутырка дожилася всяго трі хвилины і адбывалася публична падтелекамеры. Паслея е, Сарксіан спыніў размову. Жогувурті ануміць йот втокос тараць хамбакчучуна ірявумчуні хоселу і яз альовы цанкучунчунэн дзезед Шарурмакілу хосакчуцюні. Яз дзез асумем, петучан хоринакам паханжы чекунцюну спешчун. Ми збезже дзез пророк тарнах дзек хоринак 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 яз пузырем арчана грейм вор са евас мек мек апа хоринак са кадз Хоринак Наступный день Сэр Сахсян заявил, Никол Пашиньян имею рацию. Я помылился. Я покидаю свою посаду лидера краины, премьер-министра Армении. Хе-геневось, кто были те люди, которые имели рацию? На кольки я не уплывываю в громадстве, не только на площади? Эти политические силы кировали протестами? На самом деле лидер был только Никол Пашиньян со своей партией, гражданский договор. И там были еще несколько гражданских движений. Но несколько раз Никол Пашиньян призывал своих соратников, призывал оппозиционных сил прийти на площадь. Но они не поверили и даже открыто заявляли, что они хотят разочаровывать народ в очередной раз. Он поверил, он и своей энергичностью, своими новыми технологиями, своей харизмой смог сделать то, что другим не удавалось. И в Армении, в принципе, сложилась ситуация, совсем новая ситуация, которая явно была, что Сэр Сарсксян и его команда со своими старыми методами не были готовы. Но на площади сейчас только Никол Пашиньян и возглавлял только он. Мы будем отсутствовать ситуацию, что отбывается. Але давайте теперь вернемся и снова в Беларусь. И снова вернемся до пылной сенсации, какая отбылась, а доклад не она не отбылась. А подчас обнародования селетних и штоходового послания президента Беларуси Лукашенко расшуча заявил, что никакого конституционного референдума в ближайшее будущее не будет. И некоторые глядальники выказывали думку, что это рэха армянских падеев. Господа Руладимир, ваше меркование. Те гэта так? Я с гэтым не пахажаюсь. Мабуть, тут я буду в меньшинстве, але рэхом армянских падеев я бы это никаким чином не назвал. Глядите, пакуль не было и ревану. Паршла размова про тое, что б могшим ба будзе референдум. Какие могли быть вынесены питания на референдум? Ну, переважно прогнозовали два. Первое – повеличение термину президентских с 5 до 7 годов. Ну, не бачу его в этом никакой логики. Какая разница Лукашенко 5-7 годов? Я могу сгадать историю. У 94-м годе Лукашенко обрався президентом. Наступные выборы повинны были быть у 99-м годе. А яны пройшли у 2001-м. А чему? Тому, что у 96-м годе был референдум. И адлик президентских полномостов у Лукашенко почался с 1996-го года, а не с 1994-го. Ну, допустим, зараз бы унесли эту измену в Конституцию. А адлик полномостов почался бы с 2018-го и с 2019-го. Ну, какая разница? В 96-м это было важно, актуально. Тогда были еще два термены. А зараз все ведут, что с 1994-го, а не с 2019-го, значит, никакой логики в этом нема. Другое, про что говорили, что максимум частка депутатов будет обираться праспартийные списки и может отриматься так, что партия будет формовать у РАД. Николе Лукашенко на это не пойдет. И я упевнен, и чему не пойдет. Не потребен другий лидер Украины. Пакуль есть президент, есть президент. Правящая партия, переможная партия, лидер партии – это альтернатива. А сам Лукашенко не может стать лидером партии, потому что Конституция это забороняет. Ну, какой сенс? Так, тое, что падеи у Армении были вельми нечеканные – это безумовно. Тое, что они наклали, конечно, отбиток на выступ Лукашенко – это безумовно. Тое, что они, как бы, показали, что спешаться с референдумом нема потребы – это так само зрозумело. Али тое, что референдум отбудется – у меня нема сумневум. И это будет позднее, и это будет ставиться совсем иншее питание. Это будет спроба неким чином передать, саправды ослабить президентскую ладу. Потому что Лукашенко никому, даже своему сыну Виктору, не покинет таких мощных полномостов. А полномостов – это большая, чем у царая, сказал сам Лукашенко. Не покинет тому, что он не доверяет Виктору, не любит Виктора. Потому что старейший сын эту ладу не отрывает. А когда она такая царская, альбо свыше царского лада потрапит в руки иншего человека, не с прозвищем Лукашенко, то тогда пробачьте, может все тут в Беларуси перевернуться. И такой шторм пойдет, что Лукашенко на это не пойдет. На мой погляд, это совпадение падеев у Ярывани и белорусского референдума. Тут промой, но в простовой совмезе я не бачу. А Юра, ну а все ж было рэха армянских падеев у аутурок, коли выступал Лукашенко? Ну, видите, я думаю, что нет. Тут я разом с Владимиром у меньшасти. Потому что, видите, ну это на мой погляд не психологично, не политично, не махчимо. Но Лукашенко не такий пешотный человек. Ну, уявите себе, придумал диктатор некую схему, стратегичный план, так сказать, як он будет менять Конституцию. И в некой далекой краине скинули тамтейшого владара. Ну, як бы, и что? Чому это павинно менять некую стратегию? Ну, вот, да, скажем, Сархсян Конституцию поменял, за гэтой го скинули. Ну, а, скажем, Алиев поменял, и ничего зим не здарылся. Сам Лукашенко менял, и ничего зим не здарылся. А, умовно, какого-нибудь Мубарака скинули безо всяких зменов Конституции. Так что тут, як бы, что он спрынял тое, что в Армении, як мены текел фарес, ага, жах, ну, это просто нереально. Вот. Так он скорыстау эту махчымастью, он весь час про Армению казау, хотя вот сам Владимир сказал, что, зауважте, як у российской пропаганды, так и у Лукашенки не было такого, что, мавляу, вот там народ сбунтовауся, там быдла, так сказать, там вороги, бунтовщики. Этого абсолютно не было. Абсолютно не было. В принципе, як бы, патас яго промовы был, правильно зрабили. Бо это была кепская влада, они кепскую владу скинули. Я-то хороший, а там кепская. Так что в этом сенсе, а вот что тычется, як бы, вот этой технологии, ну, я думаю, да, и он пока думает. И он вот эти чутки намеки рабил, по неким своим внутренним, абсолютно не связанным с армянским, як бы, чинникам, заразумею, что, ну, покулерновато. Могчима, потому что так палечили не в Беларуси. Вот. И таму, и он, як бы, дау команду полный назад. Пакуль. Дякую, Юра. Ну, крыница улады все ж народ. Гэта написана во усіх сучасных конституциях у Тымлику и у Беларуской конституции. Падеи гэтагатыдня в Армении доказали, что при нам сей часа-часу гэта формула робится реальнастю. И народ мая значэння. Такі контекстых падею, пра якей мы з Юреем Дракахрустом, Хегене Бунацьян і Владимиром Глодом у Менску думали, спрачаліся, шукали адказы разам. Шановные глядачы, мы протягываем знайомість вас з унікальным проектом, книгами, які выходзять у Библиотецы Свободы на подставі наших передачаў. Их можна замовять на сайці Свободы адразу пасля выходу передачі. Можна знайсці у Национальной библиотецы. І завсёды на сайці Свободы в популярных форматах для читання, ПДФ, ЭПАП і інших. Сьогодня мы познайомим вас з новым выданням книги старшыні Рады БНР Ивонки Сурвилы, якая называецца Дарога. Рэжэсэр Алесь Матафонов. А прастыдзень іншая Дарога – Дарога праскурапаты. Восьмый старшыня Рады БНР за першые 100 годов. На біній она безумовный моральный аутэрэтэк. Харизматычная асоба. Шасте передактэра. Гэтэя книга мая встать настольной книгой для многих беларосав, як приклад жанчыны, якой варта гнарыцца. Нікаторые лёсы, нават при адсутнаці знешніха драматизму, настолькі центральныя для історій народу, країны, дзержавы, што варта і хакінуць вокам і вядайш адказы на головнае пытання. Хто гэтэй дзе, што несяць святу, чаго хоча. А гэтэй дзе дзявчынка спад столбцов і дарога я вядзе прас Парыш, Капенгаген, Мадрыд, Атаву толькі в адынна керунку – у Беларусі. Для нас гэтэ булі вялікія пірамогі. Бо празуще гэтэ ягады трэв було на кожнім кроку змагацца, каб вяднуць Беларусь на мапу швету. Эмаційна найчажэй була пісаць пра вайну. Дзесь апоўночы ме цёстры меж сабою казалі, што выбух, які недавна чурі, гэтэ был той самы карабель з децьмі і жанчынамі, на які высылалі маму знамі. Хоць пылыв ён за нашым, трапіў на міну і взарвався. Загінулі трэтысычы жанчынки дзецэй. Гэтэ разповід жыцця, дзе вельмі часта жыццё межавала са смерцю. Хацэла разказаць крышку пра маю філазофію, пра маю думанне пра рэлігію, пра рэчы, які ме турбуюць. Але акрамя асобы і вонкі сурвілі, ў гэтэ кніжцы таксама ёсць і історія беларускай іміграція, ў нікім сэнце. Міжыншым, гэтэтая самая беларускай мова, на якой і рэзмавлялі ў тычыццццөцццска кございますка, калі адяшалыцца незаляжныцць Б Koreancar perfect. І наш біл цзэвонап ялыцць ўزнімауся між іншыми сягамі на площці перад Канадскім Парламентом. Чэму арта прачітацц'ец пдеў кнігу? Цябрам, каб ведаць, якая можы быць Біларусь і вінкнуцца таку й заробіць, ворогам каб ведаць якая не язць, и обыходясь боком, тем, кто еще совсем ничего не ведет, как встретиться с пригожим человеком и стать больше пригожим самым.